Сегодня мы подробнее рассмотрим новый экзотический гранатомёт, которым я пользуюсь каждый день с момента его получения. Мёртвый Посланник. Я расскажу, почему он так хорош, и назову сценарий его использования. О том, как получить этот гранатомёт, я рассказывал в отдельном ролике, если коротко, то его выдают за успешное прохождение новой экзотической миссии «Тайный глаз», ровно как и выдавали, к примеру, ту же винтовку «История мертвеца» за прохождение миссии на Гликоне. Я думаю, за первую неделю его уже получили достаточно стражей, несмотря на сложность этой миссии. Ну а для тех, кто всё ещё думает, надо ли оно им или нет, расскажу свои впечатления. Но сначала небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего видео, проверенного сервиса dwing.net, который отлично подойдёт тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит своё время и нервы. На сайте ты найдёшь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождение рейда, получение заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнение Королева-Ведьма. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Двинг есть всё, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну ещё бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Главная особенность – волновая рама. Одна из удобнейших рам для ручных однозарядных гранатомётов, которая всегда выручала меня на прохождении как простых заданий, так и в сложных активностях вроде рейдов или сумрачных налётов. Соло-миссии, кстати, некоторые тоже закрывались именно с грейниками такого типа, например, с пустотным оглушающим шёпотом из сезона Охота. В чём их ценность? В том, что вам нужно целиться не во врага, который может увернуть, или иметь слишком маленькую модельку для точного выстрела. А я уж знаю, как может раздражать отскакивающие мимо гранаты из ручных гранатомётов. Мы когда-то горную вершину как раз за отсутствие этих парабол и отскоков и полюбили. Так вот, целимся под врага, в землю, а не в него. А взрыв волной идёт в сторону. На вас несётся здоровый противник. Стреляете под себя, волна накрывает его по встречному движению. Толпа мелких противников зажимает. Тоже взрыв прошивает всю её на несколько метров. И самое главное, что при выстреле под ноги грейник вас не убьёт. Как бы это сделал другой тип этого оружия. Экзотической же особенностью стало то, что гранатомёт имеет сразу три такие волны. В разные направления, эдакой вилкой расходящиеся. А тип урона этих волн можно легко переключать, зажав клавишу перезарядки. Первый тип урона пустотный, потом идут электрический и солнечный. Стазисного нет, но он тут и ни к чему. Всё же такие щиты пока что мобы не носят. Важно также обратить внимание, что некоторые игроки до сих пор рассматривают подобные гранатомёты, как оружие для нанесения урона по боссам. Нет, это не так. Это мощное оружие для мгновенной зачистки небольших противников и максимум нанесения урона крупным целям или чемпионам. Но никак не боссам. Учитывая, что гранатомёт выпускает по три волны, можно предположить, что все три и наносят урон при взрыве под крупным противником. Но это не так. Так что вне зависимости от того, выстрелите вы в двух метрах от крупного врага или выпустите гранату ему прямо под ноги, урон будет неизменным и нанесётся один раз. Греник Мёртвый Посланник – ультимативное решение для прохождения сумрачных налётов или любых других активностей, на которых блокируется всё снаряжение. Если вы не ставите экзот в третий или первый слот, то гранатомёт лишит вас головной боли о том, кто из команды какой тип элементального урона взял на себя. Поскольку щиты противников, любые, вы теперь можете снимать самостоятельно, вне зависимости от их типа. Плюс на пустотном уроне гранатомёт хорошо используется с новыми модами и билдами по пустоте 3.0. Насчёт использования в самых сложных ПВЕ-активностях – в рейдах. Пока про новый, конечно же, говорить никто не будет, он всё же не релизнулся, но в целом на этапах с зачисткой мобов может пригодиться и там. Хотя по большей части важнее будет взять какой-нибудь экзот на урон, вроде Галахорна. У Греника также есть слот под катализатор, но его пока получить нельзя. Похоже, что падать он будет на мастер-версии миссии, в которой мы лутали сам экзот. Когда этот катализатор выйдет и если он будет стоящим, то я расскажу о нём в отдельном видео. В общем, мне больше нечего добавить про этот экзот, он мне очень нравится, я постоянно им пользуюсь, и он невероятно удобен и универсален. Так что смело могу рекомендовать его к получению всем игрокам. Получается ещё один экзот на 9 из 10, без шуток. Спасибо за просмотр и подписку. Берегите друг друга и до связи.